Всем привет, ребята! С вами Вика. Сегодня будет обзор корейских квартир. Мы с Коей сейчас приехали и будем ходить и смотреть квартиры. Это новые квартиры, которые только построились. Это виллы, и они выставлены на продажу. По-моему, там трёхкомнатные, да? Двух-трёхкомнатные. По-моему, даже есть двухуровневые. Но это не точно. Потому что я вскользь посмотрел на вывеску. Пойдём узнаем, какие квартиры есть, какая планировка. Короче, всё как обычно. Будут и цены, и полный обзор. А потом уже, когда мы всё посмотрим, то мы где-нибудь присядем, расскажем своё мнение, что мы думаем, понравились нам эти квартиры или нет. Если не понравились, то почему. А если понравились, то тоже почему. В машине очень жарко, Коля выключил кондиционер. И это не очень удобно, так что пойдёмте поскорее. Вот ты говорила, что тебе нормально без кондикатора. Первые секунды было нормально. Спустя пять минут уже начинается душеглубка. А стоить бы тебя на пару часиков в машине, без шанса выйти из неё. Пойдём. Пойдём. Мы подошли к дому. Это парковка. Не знаю, сколько тут мест, но не так много. По-моему, всего где-то восемь мест. Но это много ещё, учитывая, что у нас четыре всего. Нет, у нас же внизу магазины, поэтому на первом этаже. У нас в доме получается всего шесть квартир. А какой шесть? Пять. Потому что самый последний этаж, там же хозяин живёт. И шесть парковочных мест. Это вполне нормально. Здесь, допустим, как минимум будет восемь квартир. И восемь парковочных мест. Это на квартиру одна машина. Ну, это хорошо. Это значит, что не так много людей будет. А по факту в Корее во многих семьях по две-три машины. Понимаешь? Ну, и нехватка, да, парковочных мест. И что я хотела сказать. Когда мы были здесь полтора месяца назад, ну, мы проходили мимо и увидели, что дом строится. Он уже подходил к концу, но ещё не был закончен. И вот спустя полтора месяца дом уже достроили и выставили объявление, что продаются квартиры. Вот здесь видят. Это подвес. Это вот замочек. Не замочек, а звоночек. Звоночек, да. Он реагирует на движение. Сообщает им в офисе. Да. На втором этаже 202-й квартире офис-продаж. Пять этажей. Какое-то зеркало искажающее. Это, мне кажется. Да, оно немного искажает. Да, здесь уже хорошо. Мы вышли из лифта. Вот он здесь. И попадаем в подъезд. Тут находится одна квартира. Тут вторая квартира. И вот здесь третья. А это лестничная площадка. Ну, лестница. Места не так много, кстати. Ну, посмотрим, какое заполнение в квартирах. Так. Зайдём вот в эту. Прихожая зона. Где всё подсвечивается, конечно. Как я люблю. Ну, ой. Сейчас посмотрим, какие шкафчики для обуви. Наполнения хорошие. У нас примерно такие же. Прямо вот из точно такого же материала. Ну, у нас немножко другой шкаф. Ну, примерно такой. Можно выключить одной кнопкой полностью электричество в доме. Ну, то есть в квартире. Это, наверное, щиток электрический. А здесь, может быть, щелочки. Не знаю. В общем, давайте пойдём уже вовнутрь. Здесь уже гардеробная подразумевалась, скорее всего. И это очень даже мне понравилось. Из-за этой гардеробной идёт туалет, где можно купаться. Вот, видите, есть лифт, значит, можно ещё и купаться. Вот душ, кстати. Ну, такой чистенький. Ну, конечно, будет чистенький. Это же новый. Дальше. В гостиной есть ещё одна комната. Это трёхкомнатная. Я уже так гляну. Вот эта комнатка. Ещё одна. Детская, наверное. Это тоже можно было бы сделать. Выходим. Попадаем вот ещё в другую комнату. Так, если там, где был туалет, это родительская, то та для родительской что-то маловато. Это третья, получается. Да. Получается, квартиры сдали только вчера. И все квартиры свободные. Так что у нас... А, вчера сдали это, продали? Это дом, да. Это дом сдали. И со вчерашнего дня открыли продажи этих квартир. Это трёхкомнатная. Стоит 295 миллионов вон. Это, получается, родительская комната. Конвенционер. А, это родительская комната. Да. Здесь небольшая гардеробная, но и санузел. Гардеробная как тебе? Мне вот это понравилось, да, их решение, как они сделали. Потому что не во всех квартирах есть такое. Обычный из комнаты сразу идёт туалет, и это не очень удобно. То есть, вот эти шкафчики, они уже будут встроенные. Их отдельно не надо будет. Эти селажик, что ли? Да. Всё будет, за исключением вот такой мебели. И система кондиционирования встроенная. Что тоже очень хорошо. А из кухни, это балкончики. Обычно они балкон по-другому делают. Не вот так вот вдоль, да, а вот так вот поперёк, горизонтально. А здесь немного по-другому. Ну, так тоже неплохо. И сейчас пока никого нет, покажу вам, как смотрится ухня. Вот так вот. Здесь есть стол острова, по которому мы с Колей всё мечтаем, чтобы у нас тоже такой был. Чтобы Коля мог готовить, снимать. И здесь же можно и кушать. Ну, и такой American style. Здесь, видишь, что? Вот, здесь лампочка какая-то подсвечивается. Рабочих поверхностей для готовки больше, чем у нас. Вот здесь можно готовить. Ой, это что такое? Пульт управления тёплыми полами, горячей водой, светом, подсветками, разные выключатели. И отсюда идёт общий санузел. Общий санузел. Да, и она сейчас мне сказала, что вся сантехника, все краники, все сделаны из чистого железа. Ну, то есть качественные, да, такие материалы? И лейка, говорит, очень крутая. Ну, да, смотри, мне тоже понравилось. Какая-то необычная, смотри. Да, вот водичкой, допустим, попользовался, потом так пару раз тряхнул и всё, и он не капает. А-а-а, вот он очень. Какая-то инновационная. Вы знали об этом? Это вот так открывается. Вот такие шкарчики. Они уже, знаете, такие сделаны, не громоздкие, они, как это сказать, маскирующие. Нет, с той стороны есть. А, сейчас, сейчас, я просто боюсь его тут сломать. А то я могу это сделать. Так, ну и что ещё есть? И вот тут, ну, встадик, на холодильнике располагаются вот здесь. Место специально выделения. Ну, гостиная будет очень в предыдущих, которые вот мы недавно смотрели. Это побольше прям, можно и телевизор туда поставить, и диван полноценный. Они хорошо обыграли, мне понравилось. Уютненько сделано. Это мы идём в соседнюю квартиру. Она двускомнатная. Тут тоже самое. Находим и надеваем на трапочке. Вот так на комнату. Сразу на входе. Ага. Тут тоже есть система кондиционирования. Отдельно. Это хорошо. Так, здесь гостиная. Но тут гостиная уже поменьше, чем той, мне кажется. Да. Вот здесь можно диван поставить, а здесь телевизор. Ой, наоборот. Здесь диван, а здесь телевизор, потому что тут розетки. Вот тут домофон. Видеонаблюдение. Выключатели. Большие окна. И что же есть система кондиционирования. Ага. И вид из окна на соседний дом. Вот система кондиционирования. Здесь уже видите, какая большая. Потому что гостиная побольше. Ну и тут площадь побольше вместе с кухней же она идёт. Смотри, плюс-минус душевая такая же. Из кухни идёт. Да? В санузел, да. Плюс-минус такая же. Но она, если та была так же, как балкон, то это уже горизонтальная. Вот. Ну, лейка такая же, сантехника всё такая же. Кухня там мне понравилась. Она поменьше, чем в трёшке. Окно и тут тоже хорошо. Но мне в трёшке понравилась кухня. Почему? Потому что там островок есть. Островок, да. Там газплита встроенная. А, в этом столе? Да. А я что-то не видела. С вытяжкой. А где там? Это вот как раз для того, чтобы там куки не снять. Ну, я и говорю, как раз для нас, как раз, чтобы это готовило, как вот ты хотел. Газовая плита. А там я что-то не обратил внимания. Газовая плита. Это интересно, для кого мы их повесили. А смотри, плита какая необычная. Газовая. Газовая. Нет, вот эти вот штучки комфорки. Ну, это, видишь, SK Magic. Они же здесь говорят. Кафель там какой-то крутой, который вышел в 22-м году. Это, то есть, новинка. Потом стены там какие-то тоже крутые. Окна LG, говорит. А окна LG? Там не LG, это какие-то зон написано. А лампочки тоже. Там какие-то там корейский бренд производительных лампочек. Смотри, это не для кого так повесили низко. Хорошо, мы невысокие, мы не ударимся, да? А кто повыше. Обеденная зона вот здесь, наверное. Нет. Обеденная зона вот там. Поэтому они там поставили. Вот здесь что ли? Вот там, скорее всего. А как тогда смотреть телевизор? В холодильник. А диван тогда куда? И вот еще одна корта осталась. Маленькая. Ну и все на этом. Нет, знаешь, что не нравится в колесе квартирах? Вот, допустим, на балконе они могли бы сделать, допустим, проем, да, однодверный проем, а не вот так двудверный. А здесь уже, я считаю, вот отсюда стены могли продолжить. Понимаешь? И тогда можно было здесь, я не знаю, стол поставить и здесь кушать. Ну, они, видишь, любят эти двери, купе. Вот они и любят, да. Потом они грязнятся, вот эти вот места. Вот здесь тоже они любят. Здесь забивается мусор, волосня и намерстся деться. Особенно, если это на кухне, рядом с госпитой. У нас потому что так. И причем во всех квартирах такое было. Ну вот, квартира сейчас подробнее еще покажу. Вот, чтобы вы понимали планировку. Потому что пока у меня есть возможность. быстренько, вот. Пока на душу не стоит. Заходим в третью квартиру. Это трехкомнатная. Тут также есть прихожая зона. Шкафчик, по-моему, немножко другой, возможно. Ну, примерно наполнение у них одинаковое у всех. Так, надеваем тапки у всех. Во всех квартирах ставочек. Кстати, наша какая-то такая интересная. Смотрелись, какие двери. Она немного другая, да. Видите, она наискосок идет. Какая-то несурованная планировка. Ага, давайте начнем с самого начала. Допустим, в той квартире, там стояла вот на этом месте госплита с вытяжкой. А раковина была на этой стороне. А здесь наоборот. Видишь, госплита там. А вытяжка что? А, и вытяжка и все. А, они раковину сюда поставили. Я сейчас пытаюсь понять. И тут еще беспроводная изолятка есть. Интересно. Смотри, такая качественная столешница. Такая прям толстая. Материалы качественные. Насчет этого, да, базару нет. Раковина тоже хорошая, да? А вот планировка я еще не изучила, поэтому сейчас вот, значит, разбираемся. Тут гостиная. Вот она. Из гостиной идет комната маленькая. И дальше из... Видишь, сколько вот таких вот углов, да, косых. Отсюда идет еще одна комната родительская. То есть здесь гардеробная. А, вот они как сделали, видишь, за ширмой. Да. Так, гардеробная. И основной. Смотри. Он уже какой-то косой, видите? Преугольный. Не знаю, как вам, но мне кажется, такой туалет не очень удобный. Он тесный. Если бы он был еще ровный, то нормально. Я просто не люблю кривой. Мне кажется, это нормально. Ведь ты будешь сидеть в туалете и сразу себе поливаться. И сразу вот так купаться, да. И теперь не нужно будет дальше. Так, выходим из комнаты. Вот, попадаем в другой санузел. Вот здесь, знаешь, что мне не нравится? То, что душевая прямо здесь на входе находится. И получается, все тапочки, все будет мокрое. Захочешь в туалет сходить, придется себе постоянно, допустим, если гости пришли, носки снять. Вот, а это вход в квартиру уже. Ну, видите, все три квартиры, они вроде бы похожи, но у всех разные планировки. Это угловая, наверное, поэтому она такая. А мы здесь... А вот из этой комнаты... Ну, где же балкончик? Вот он оказывается. Вот как они обыграли. Ой, здесь оказывается, смотри, еще вот такие двери есть. Это в этой квартире, а в другой нет. В технике было. Ну, можно было бы такие двери везде сделать. Почему так везде не сделали, да? Ну, двойные эти. Мы поднялись на пятый этаж. И тут есть еще квартиры. Так, двухуровневые. Двухуровневые, да. Здесь тоже получается на одном этаже две трешки и одна двушка. И это двушка. Кстати, мы были на втором этаже в такой же двушке, только здесь еще добавилось второй уровень. Второй уровень. Ага. А так все говорит то же самое. Вот, смотри. А цены на всех квартирах тоже разные же, да? Да. Да, трешка, обычная трешка была 295, двушка обычная 209 миллионов. Значит, это сейчас узнаем. Но, скорее всего, она будет стоить около 300 миллионов. А трешка двухуровневая, она уже под 400 будет стоить. Такие цены. Кухня. Отсюда санузел. Ну, такая же, как и там внизу. Можем просто наверх поднять. А, это же, да, такая же. Просто у меня уже все. Планировка такая же. Глюки идут уже. Идем. Скажите, на второй этаж. Ага. Тут лестница. Лестница, конечно, не для маленьких. Узенькая. Очень узенькая. Ну, ладно, давайте посмотрим. Так. Ух ты. Так, мне здесь нравится. Довольно-таки неплохо, если не ударяться. Прямо вот впритык. Сейчас я вам покажу. Вот, видите. Я не стою. Не выпрямилась полностью. При том, что у меня рост метр пятьдесят восемь. Но если я пойду дальше, то уже нормально. В принципе, такая квартира бы нам подошла бы. В принципе, да. Две нижние мы бы использовали комнаты, а Лера была бы здесь. Понимаете, как третья комната считает? Лера жила бы здесь. Либо же мы жили бы здесь, а Лера бы внизу. Хотя нет. То есть, да, это получается третья комната. Можно сделать из нее детскую. Она еще какая-то большая. Она, да, большая. Ну, наверное, спальное место там вот организовать, там, где низко. Нет, ничего, спальное место там не получится. Почему? Там нужно будет именно вот шкафы ставить, знаешь, такие открытые. Тогда спальное место вот здесь? Да. А, ну вот здесь тогда. И отсюда идет выход на крышу, где можно потусоваться. Отличная терраса будет. Ты здесь можешь качели поставить, шашлычки жарить. Это, конечно, было бы круто. Ну, и любоваться вон крестом, который справа с стороны. Ну, вид здесь хороший. Да, мне нравится. Идем дальше. Еще есть одна квартира. Так как этот дом новый, и квартиры только вчера поступили в продажу, поэтому у нас есть выбор, и мы можем показать все квартиры. Это уже пятая квартира, по-моему, да, которую мы смотрим. Так, значит, смотрим на входе. Начинаем мы. С самого начала. Начинаем с самого начала. Вот вход. А вот туалет. Они все примерно одинаковые, как вы видите, но у каждого есть что-то такое интересное. Вот эти про что я говорил. А, вот такая была плита. Это электрическая плита. Да, это индукция. Индукционная. Там газовые плиты были, а это индукция. Да, вот, пожалуйста. Вытяжка. Ты стоишь там, я стою здесь. Здесь доска, нож в руке, и я что-то режу. Понимаешь? Да. Как тебе вообще эта тема? Мне очень нравится. Тем более вот зарядочка. Вот зарядка. Ну, господи, я понимаю. Я чью-то я так наспугалась. Вот, значит, это первый этаж с гостиной. По-моему, это такая же, как первая квартира, которую мы смотрим. Такая, это просто приедешь здесь. Да, да, да. Все понятно. Поэтому может даже не показываться. Да, давайте тогда на третий пойдем. Хлои, блин. Дальше. Это уже шестой, Саш, получается. Если я считаю, так, пять этажей. Ага. А это уже на шестом. А вот здесь оно еще дольше. Здесь больше? Из-за того, что да, с вами квартира-то больше. Так. Вот оно расположение. Ну, не знаю. Вот здесь где-то как-то... Возле лестницы? Так-то ничего. Мне сама задумка нравится. И выход на террасу. Вот здесь тоже свой личный выход будет. Тут вид немного другой. Что, можно что-нибудь здесь грязное помочь? Ничего? Да, вот здесь еще стенку повыше поставить, чтобы соседей не видеть и все. И делать, что хочешь. Там можно, допустим, просто ги жарить, качели поставить. Да, вот так вот никто тебе не будет мешать. А то у нас крыша общая, все равно некомфортно. А это наша личная была бы. А, мы же не посмотрели содержимое, да? Какие ящички. А у нас тоже такая, прикинь. Мне кажется, они у одного берут изготовителя. С доводчиками, слушай. Слушайте, мягко так закрывается. Ага. И вот это мне понравилось. Здесь. Да, это вот как раз для посуды. А, для соусов, да. Для посуды нету, да? Всякие есть же конструкции для сковорода. А, нет. Нет, нет, там просто полочки. Ну тогда, где сушка? Сушки нету. Сушки нету. Значит, сушку отдельно надо было покупать. И вот тут, о, из каких-то полочек сделали, да? Ага. Для того, чтобы что-то туда ставить. Оказывается, в этой квартире гардеробная меньше. Из-за лестницы. Потому что вот здесь вот лестница. И они сделали только на этой стороне. Так что минусы тоже есть. Но это уже, смотря для кого, минус. Может быть, кому-то и вовсе не нужна будет гардеробная, да? Вот здесь наши два шкафчика спокойно залез, правильно? С нашей одеждой. Да, ну проход будет очень русский. Хотя, если шкаф вот такой... Тут пройти невозможно будет. То да. Если надо было еще чуть-чуть туда. И стены постучать уже, они вот полые, да? Пустые. Ну они везде такие, да? Есть несущие, а есть такие. А это что? Не несущие, это везде сущие. Нет, вижу, здесь уже... Нет, здесь уже... Я это уже показывала, но Коля говорит, покажи еще раз. Нажимаешь на эту кнопочку. А ты туда должна пройти? Да. А Коля нажмет, давайте. Все. Теперь здесь выключилось. А вот здесь осталось. А, это же автоматически, господи. Что, еще в одну, что ли, пойдем? Да. Что-то я уже оттуда. Подустал. Шестая квартира. Как обычно, показываю прихожую зону. Как заходишь в квартиру. Идем дальше. На кривую квартиру. Да, это же она угловая, да? Да. Поднимаемся наверх. Ага, здесь и лестница, смотрите, какая-то вся. Ну, планировку здесь я тоже не буду показывать. Это как в той, которая тоже вся кривая. Так что сразу пойдем наверх и там уже посмотрим. А здесь, наверное, санузел. А здесь уже сделали, да? Потому что в других нет санузла. Я думал, что вот здесь уже санузел есть. А здесь тупиковка. Кстати, вот тут можно будет что-нибудь организовать как-то тоже. Прикольненько. Да, наверное, кровать. В этих двухкорненных квартирах я заметила один туалет только внизу. А на втором этаже нет ничего. Ой, какой хороший ветерок. Там два туалета. Один общий и один в родительских же. Трешки. А, есть, да? Да. В трешках везде один. Точно, точно. А в трешках современных везде идут два санузла. Я заглючила, и мне показалось, что там один только. Из-за того, что квартир много, я запуталась. Да, два туалета в трехкомнатных, даже двухкорненных. Сори, я перепутала. Вот наша. Вот терраса. Она угловая. Треугольником. Видите, так? Не наша терраса. Не наша терраса, к сожалению. Но ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу, да. Тут люстрочка есть. Надо Нике скинуть. Показать идею, какой люстры. И еще, что я заметила. Тут лестница пошире. Ты заметил? Вот так вот они сделали бы. Ну да, только здесь. Но хотя бы этот промежуток. Потому что в других. А мне бы тогда лучше чуть-чуть уже сделать, но зато больше полезного пространства было бы. Ну все равно, потому что вот в других очень прям узко и опасные. Это значит, чуть-чуть поправишься и уже все. Не попадешь на второй этаж. А если будешь спускаться ночью, то все. Здесь минус, знаешь, какой большой, самый. Кухня маленькая. Где здесь кушать? Смотри. Да, да. Я же тебе говорю обеденной зоне. Ты говорю, вон туда поставить, в гостиную. А в диванчик куда? Там, считай, можно куда-то стол поставить. А вот здесь куда поставишь? Вот здесь? На проходе получается. А вот еще маленькая каморочка, смотрите. Каждую площадь использования. Если бы у нас была бы собачка, она бы здесь жила бы. Ну да, кстати, да. Спустились мы на первый этаж. Уже пойдем в машину. Тут камеры. А, тут камеры, что ли? Вскрываемся. Вот, парковка опять. Ну да, она угловая, поэтому и парковочные места, видите, тоже кривые. Кривоватые. Не, видишь, вообще это здание, ну, это дом, он больше, чем обычный стандартный дом. Здесь, получается, как два дома. А, здесь два дома? Да. Глова кругом идет от просмотренных квартир. Какие тебе понравились? С крышей? Да мне, в принципе, все понравились. Даже двушка. Даже двушка? В принципе, да. Ну да. Цена, цена понравилась на двушку. Она, конечно, да, дешевле всех остальных. Но двухэтажная, которая, она более атмосферная. И где лестница, да, где вот крыша, терраса своей, всегда более привлекательна для меня. Было бы неплохо иметь свою террасу, где можно было бы жарить шашлыки, жарить мясо. Тем более мы мясо часто жарим, на крышу поднимаемся. Просто из-за того, что она общая, ну, не всегда хочется заморачиваться. И там вещи не похранишь, да, все равно это общее. Там и другие жильцы тоже тусуются, и хозяева тоже там тусуются. Когда есть своя, это все равно свое есть свое, конечно. И, значит, плюсы какие у этих квартир? То, что они новые. Вот вчера только поступили в продажу. Это прям новые-новые. Никто не жил. До сих пор запах стройматериалов. Немножко несуразная планировка угловых квартир. Ну, может, это для кого-то не минус. Для кого-то это нормально. Но мне такое не очень нравится. Надо определиться, какая квартира тебе больше всего понравилась. С крышей? Я могу потом озвучить цену. С крышей, но которые... Ну, то есть двухэтажные, но которые без... Трехкомнатные и двухкомнатные. Да, трехкомнатные. А двухкомнатные тоже с крышей было, правильно? Да, двухкомнатная стоит 283 миллионов вон. Трехкомнатная, которая тебе понравилась, 502-я, она стоит 375 миллионов вон. А, ну вот двухэтажные, которые идут в квартиры, 375 миллионов, да, стоит? и скидка примерно да если ты будешь заключать контракт около пяти миллионов ну в итоге выйдет трехкомнатная квартира ну как она четырехкомнатная значит получается четырехкомнатная четырехкомнатная трехкомнатная и четырехкомнатная это вот на последнем этаже три квартиры скидка 5 миллионов ну и все обычно когда переезжают в новые дома они делают скидку на перевозку вещей то есть это там от двух до трех миллионов максимум а здесь предложили 5 миллионов иногда бывает они предлагают там купить какую-то технику до вместо скидки стиральную машину либо же там холодильник они же тоже не дешевые там хороший холодильник samsung или там lg до большой такой вместимостью он будет стоить в районе двух трех свободно тысяч долларов сами комнаты они светлые двери все тоже светлые белого цвета мне тоже понравилось комнаты маленькие реально это стандартные комнаты больше и не будет да и апаты же сейчас такие же маленькие почему мне же написали что мы смотрим самые дешевые самые бюджетные вот самый низ то есть 300 тысяч долларов это самый бюджетный ну да это бюджетный здесь на важно понимать нашем городе так как мы живем столичном регионе нас одни цены а уедешь куда-нибудь на юг там совсем другие цены там за эти деньги можно вообще в апаты заехать но кто туда будет ехать все же рвутся в столицу понимаешь а в столице вот допустим сеуле там на такое жилье цены будут в три-четыре раз дороже так как мы иностранцы банки в корее делятся там ну у каждого есть свой рейтинг допустим ну как вот сбербанк альфа банк там сбербанк естественно он по рейтинг ариана гранде леди гага да то же самое и вот стоит на вершине да и получается вам на первом месте там кукмин и бики такие банки да они могут нам не одобрить так как мы иностранцы и у них самые низкие проценты а уже те банки у которую там рейтинг номер два они уже могут одобрить но у них процент уже чуть выше там грубо говоря на полтора на два процента выше не все казалось бы это не большая там разница до 1-2 процента но когда сумма идет 300 тысяч долларов это уже не маленькая сумма да мне понравился лифт наш если есть лифта уже разницы принципе нету там жить на втором этаже на третьем на четвертом хоть на двадцатом лифт есть то что лифт есть мне тоже понравилось даже несмотря на то что это там пять этажей потому что когда ты сумками когда с детьми и все равно тяжело подниматься на пятый этаж когда лифт есть то уже да неважно наоборот чем выше тем будет тем лучше потому что воздух воздух даже еще там парковка внизу тут везде эти машины было бы неплохо если бы у нас было но у нас нет было бы неплохо если бы у нас в городе место обычных вилл строили бы офис тели офис тели тире apat и которые офис тели тире apat и они там могут и до 20 этажей достигать по планировке копия apat of но но этого цене они дешевле на это гибрид такой гибрид почему такой гибрид 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 в общем итог какой сегодняшние квартиры были красивые были как раз вот мой вкус то что маленькие под твой и под мой потому что там волшебный на горе все не может забыть свой стол вот этот стол островок что за звуки таки отобой скутер хорошие квартиры да то что маленькие размеры комнат ну это уже просто надо принять как факт потому что в корее все квартиры такие небольших размер я тебе говорю современные apat и там такие же комнаты единственные большие комнаты это кошель гостиная то есть зал и родительская остальные все-таки мы же были в apat их современных тогда потому что у них такая политика на они так думают спальне ты просто спишь ты отдыхаешь зачем тебе там большая площадь а вот места общего пользования это гостиная и кухня они уже побольше так как ты там больше времени проводишь а спальне ты чё делаешь просто спишь поэтому их тоже можно понять по этой логике и пожалуй на этом я буду видео заканчивать и напишите в комментариях какая из квартир вам понравилось больше всего и почему но если не понравилось то тоже пишите комментарии обязательно поддержите меня лайком и подписывайтесь на мой канал и на канал коли если кто не знает у него также есть свой канал и на все наши соц сети все ссылочки внизу в описании всем удачи и всем пока пока а мы пойдем следить за здоровьем будем готовиться к продаже внутренних органов что у тебя есть у меня есть матка 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 и что с ней делать оплодотворять у тебя есть что что я тебя что есть ты сразу намекнула на на это на художную сосисочку